Влияние денег на сознание. Я все время задавала себе этот вопрос, вот когда начала интересоваться темой деньги, вот сами по себе деньги, они влияют на личность человека или нет? Понятно, что на мелком уровне у человека меняется походка, когда у него есть деньги при себе. Вы точно замечали, что когда вы идете в магазин, и у вас при себе 100 рублей, у вас такая робкая, нерешительная походка, вы так смотрите, ну как-то так, скованно. А когда у вас есть при себе, например, пара тысяч долларов, то вы начинаете ходить уже с видом хозяина, принесите то, подайте это. И когда у человека при себе есть деньги, его поведение в магазине меняется. И я стала задавать себе вопрос, это свойства человека, которые были, проявляться начинают при наличии денег? Или деньги его портят? То есть в нем это было и просто стало проявляться? Либо этого не было, но деньги привносят что-то, что придает человеку неприятного и такого, знаете, нагловато-хамоватого. Хочу, чтобы вы записали очень интересное утверждение. Деньги все усиливают. В буквальном смысле слова. Если, например, какой-то человек сделал вам что-то хорошее, и в этом поучаствовало 100 рублей, то вот это хорошее, оно умножается на 100 условных единиц. Если, ну, предположим, он вам подарил какую-то мелочь, и это стоит 2000 рублей, то тогда приятственные чувства, вот эти хорошие ощущения, они будут умножаться ровно на 2000 рублей, потому что нам приятно осознавать, что вещь что-то стоит. Если вам должны 100 рублей, вы скорее простите и забудете. Маленькие неприятные ощущения, что взяли и не вернули. Но если вам задолжали 2000 долларов, то неприятные ощущения от долга увеличиваются на вот эти 2000 условных золотых единиц. Это и означает, что деньги все усиливают. Все, в чем поучаствовали деньги, получает определенный заряд усиления. Поэтому, если в человеке есть какие-то дренные наклонности характера, и он получает деньги, то эти дренные наклонности начинают в нем со страшной мерой степенью возрастать. Пример. Человек, который всегда был жадным, наглым, недушевным и любил торговаться. Когда разбогател, вместе со своим другом выходит из шикарной машины, подходит к какому-то зданию на канале Грибоедово и видит, стоит бабушка с перевернутым ящиком. На этом ящике полевые цветы. Она их продает по 50 рублей за букетик. И он ей говорит, ну что, старая, по чем цветы? Она говорит, по 50, милый. Куда тебе по 50? 30 не к максимуму, красная цена в базарный день. Ну, уже поздно, милый, давай по 30. А сколько возьмешь-то? Он, да один мне, куда мне их что, солить что ли? И второй его спрашивает, послушай, а зачем ты так делаешь? Почему ты торгуешься? Такой человек богатый, из такой машины выходишь. Он говорит, вот потому я из такой машины и выхожу. Запишите себе, не оскудеет рука дающего. Это первое утверждение. И второе утверждение. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой всю жизнь скоредничает и ничего не имеет. Есть люди, которые экономят, собирают по крохам, откладывают, ни во что не вкладывают, ни с кем не делятся, никому ничего не дарят, едят корку сухого хлеба. И потом умирают, так и не сумев воспользоваться тем, что накопили. Я знала двоих несчастных стариков, которые жили все время натуральным хозяйством. Они питались от своей коровы, стригли овец, пока были в состоянии, мыли и пряли шерсть, сдавали ее куда-то совершенно по маленькой цене. Откуда, кстати, пошло вот это выражение – сдавать. Из советского натурального хозяйства, колхозы и совхозы пошло это ужасное выражение. Устанавливалась определенная плата, что, скажем, килограмм картошки стоит столько-то. Это было меньше ее себестоимости. И бедные несчастные колхозники были вынуждены отдавать государству, сдавать эту картошку за бесценок. И потом колхозы сами устанавливали, сколько это будет стоить, и на рынке уже в районном центре и дальше в города продавали все по более возрастающей цене. Поэтому колхозник ничего не получал. И сейчас в деревнях зарплата тракториста может быть порядка 300 рублей. А вы говорите, что вам жить тяжело на 100 долларов. И человек слаб. Иногда он проявляет невероятную силу духа, если ему помогают это сделать от безысходности, от паники. И мы знаем, что некоторые люди в Великую Отечественную войну закрывали амбразуры. Но мало кто афиширует информацию, что их гнали сзади матерщиной и угрозами расстрела, говоря, сделай это, умри героем, иначе расстреляю в затылок. В атаку людей очень часто, как говорил мой дед, прошедший Великую Отечественную, поднимали, убивая в спину. И так человек слаб. И слабость человека проявляется абсолютно во всем. Например, в Слове Божьем сказано, «Если ты поручился рукою своей за брата своего, можешь руку отрубать». И так ни за кого не поручаетесь. Самый простой способ не стать негодяем – это не впасть в искушение. Поэтому в молитве «Отче наш» есть фраза «И не введи на свое искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки. Аминь». Я хочу, чтобы каждый день вы просили Господа Бога Всевогущего охранять ваш дом, ваше сознание, ваших детей, ваше здоровье, ваше имущество. Потому что охрана над вами и над вашей совестью, над вашим взглядом – это самый лучший способ не стать негодяем. Потому что никто не знает своей собственной цены, насколько мы можем оказаться неустойчивыми. И мы можем быть сильными только в Боге. Поэтому знаю вот одну женщину, тоже моя клиентка, достойнейшая женщина, которая приехала из Краснодара, где она занималась осветительными приборами. Они закупали в Китае приборы. Она достаточно серьезно разбогатела, перебралась в Петербург и постоянно вкладывает деньги в образование двух своих дочерей. Она может отправлять их пожить в семье в Лондон, чтобы они в совершенстве выучили язык. Она отправляет их в Испанию, она оплачивает им самых дорогих репетиторов. Она очень скромно их одевает и заставляет скромно держаться. Но что касается образования, она вкладывает огромный капитал в образование. Все время ходит в скромном джинсовом костюме. Людям, своим близким, друзьям она делает дорогие подарки. И говорит, что я значу? Мне все дал Бог. И мне так повезло, потому что мои сотрудники порядочные, потому что они добрые, они хорошие. И уезжая сейчас сюда, я точно знаю, они не обворуют меня. И когда я приеду, я найду свои дела в лучшем положении, чем когда я оставляла их. И вы знаете, вот это удивительное сердце, оно так работает на человека, что вокруг него есть и чистота, и любовь, и милосердие. Много раз мне удавалось наблюдать, что люди, которые не соблюдают этих внутренних законов чести и достоинства, они сами потом разрушаемы собственной совестью. Запишите себе, что голос Бога в человеке судит нас изнутри. И я никому не пожелаю, чтобы Божий суд был внутри вашего сердца. Если даже никто не видит, но он видит. Если даже никто не понимает, он понимает. И если нет свидетеля, то ваша совесть свидетель. И если вы что-то сделали, знайте, что существует вселенский закон, который установлен Господом Богом. Этот закон называется законом сеяния и жатвы. Русский народ перефразировал библейскую фразу и говорит, что посеешь, то и пожнешь. Это значит, что если в одном месте вы украли, то в другом месте вы отдадите гораздо большее. И вы можете рвать на себе волосы, обливаться горючими слезами и говорить, господи, за что? Почему я работал шесть месяцев, и мне не заплатили зарплату? А потому что, помнишь, когда тебе был 21 год, ты у своего приятеля в поезде вы вместе ехали, в пальто 20 рублей вытащил из нагрудного кармана. А какая здесь связь прямая, закон сеней и жатвы? Потому что семя, помноженное на время, дает просто водопад. И в этом водопаде можно утонуть. Никогда не думайте, что что-то проходит бесследно. Не зря же мы знаем из песни слова «Ничто на земле не проходит бесследно». Ничто на земле не проходит бесследно. Каждое слово, которое ты сказал, это последнее слово. И в Слове Божьем написана удивительная мудрость. То, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. И то, что ты развяжешь на земле, будет развязано на небе. Как это? Если вы здесь что-то связали своими нечестными и непорядочными действиями, оскорбительными и грубыми словами, игнорированием в адрес матери или отца, своей беспомощной больной бабушки, то тогда вы что-то связали на небе для себя. В плане своих возможностей, в плане своего полета, в плане своей карьеры. Казалось бы, какая может быть связь между тем, что вы унизили своего старого больного и одноногого деда, и с тем, что вам не дали в колледже золотую медаль. Простая связь. Запишите себе, человек за все в жизни платит. И поэтому, если вы хотите расти, в том числе финансово, личностно, интеллектуально, духовно, то я вас просто умоляю, проведите над собой дома духовную чистку. Вам даже не нужен священник, вам не нужны никакие психологи. Вы, просто оставшись наедине, сами с собой, со своим сердцем, совершите это покаяние, плачьте и рыдайте, и говорите, Господи, прости мне. Положите перед собой лист бумаги и повспоминайте все, в чем вы согрешили прежде всего перед своим внутренним человеком, перед своей внутренней совестью. Вы напишите себе, оскорблял такого человека, унизил вот этого, проигнорировал чужую нужду, сделал вид, что я сплю, когда нужно было встать и принести папе стакан горячего молока с медом, у него горло болело, а я сделал вид, что я сплю уже. Я сказал, мама, мне нужно делать то и поехать туда, на самом деле мне это было не нужно, а мама так нуждалась в том, чтобы я ей сделал карниз. Вроде мелочь, а не мелочь. И семнадцатой своей по счету женщине ты столько уже всяких шмоток купил, а твоя собственная тетя, которая вырастила тебя и была тебе как мать, она глухая и ходит без слухового аппарата. Вот это все и называется предательством Бога в своем сердце. И Христос говорит удивительную вещь. Однажды я приду к вам и скажу, я был голоден, и вы не накормили меня. Я был наг, и вы не одели меня. Я был болен, и вы не посетили меня, а вы скажете мне, Господи, когда это ты был наг, и мы тебя не одели? Когда это ты нуждался, и мы тебя не накормили? А я вам скажу, вы не сделали одному из малых сих, значит, мне не сделали. И мы все время ждем ангелов с крыльями, Бога во плоти, который будет сиять лучезарным лицом и на золотом коне въедет в Иерусалим, чтобы освободить его от власти Рима, как ждали его древние евреи. Но пришел сын плотника босиком и сказал, Царствие Божие приходит неприметным образом. И они сказали, распять за богохульство. Поэтому русский народ говорит, не все то золото, что блестит. Возвращаясь к закону сения и жатвы, мы запишем себе закон благотворительности. Благотворить, благотворю. Что это значит? Как это так? Я творю благо. Это делать добро людям, которые не заслужили его. Потому что, если мы даем заслуженные блага людям, то это зарплата. И в Слове Божьем этот вопрос тоже урегулирован. И там написано, что наемника ты должен отпустить до вечера. То есть дольше, чем на полдня, ты не вправе задерживать ему зарплату. Это твои проблемы. Найдешь ты где-нибудь, возьмешь ты кредит. Если ты не в состоянии платить человеку, и у тебя не рассчитаны деньги до вечера, не нанимай человека. Потому что, когда ты берешь его жизнь себе, его время, не воздаешь ему за это, ты вор. И нужно отпускать человека до вечера. И там же написано, что если произошла какая-то ссора, или расприя, или вы обидели, или оскорбили человека, или что-то еще произошло, то вы должны до захода солнца этот вопрос урегулировать. Потому что с заходом солнца в духовном мире нечто меняется. И завтра ты можешь не проснуться в этом мире. И человека может не стать. Поэтому нужно спешить делать все то, что мы должны. Закон благотворительности, он должен реализоваться в нашей жизни сегодня. Запишите это себе. У нас есть только сегодня. Завтра не принадлежит нам. И вчерашнего дня у нас тоже нет. У нас есть только настоящее. Мы не властны ни над прошлым, ни над будущим. У нас есть только сегодня. Поэтому ты сегодня должен спешить, любить, заботиться, помогать, вкладывать, поддерживать. И некоторые люди так говорят. Когда я разбогатею, я непременно начну заниматься благотворительностью, как Джордж Сорос. Конечно, если сейчас имея 500 долларов доход, ты ни разу не накормил нищего мальчишку на улице. Если ты не помогаешь своей собственной родне, которая тяжело нуждается, то, конечно, когда ты разбогатеешь, ты только и будешь думать о том, чтобы вложить деньги в других людей. У древних евреев существовало понятие о нескольких десятинах. Одна из десятин – это была десятина, которая неслась в церковь, в синагогу. По церковью понималось не здание, а собрание верующих людей. И если, например, вы ходите в какую-то церковь и получаете там духовный хлеб, духовные знания, священник трудится над тем, чтобы изучать Слово Божие, чтобы заниматься историей христианства, он тратит на это силы, он занимается специально этим образованием. И он тратит время для того, чтобы предоставлять вам результат своей работы, результат своего труда. По этой причине вполне нормально, чтобы он, не пачкаясь в этом мире, думал о духовных вещах, подпитывая нас духовным хлебом. И мы давали бы ему денег за это. И, вы знаете, вот в Ветхом Завете было четко установлено, десятая часть дохода человек сам по совести определяет. Это невозможно определить, но Бог-то знает, сколько он тебе послал. И если, например, он посылает тебе тысячу долларов, нужно, ну, в месяц, нужно быть безумцем, чтобы думать, что Бог-то не видит, что ты два доллара на благие дела отдал. Как он будет благословлять тебя, если видит твое неверие, и если ты думаешь, что если оставишь себе больше, то ты разбогатеешь тем самым. По закону, а евреи были очень законопослушными людьми, если написано так, то только так. То в Новом Завете написано, запишите себе, доброхотно дающего любит Бог. Доброхотно. То есть не то, что я по закону и по букве даю. Предположим, моей веры, моих сил, моего знания, моей душевной широты не хватает на то, чтобы десятую часть дохода отдавать на благотворительные цели. Или, например, мне кажется, что священник не слишком порядочно поступит с моими деньгами, и я хочу сама проконтролировать, куда они пойдут. Лучше я подойду в церкви к бабушке, у которой разбилась челюсть, и скажу, давайте я вам оплачу протезирование, подозревая, что из собранных средств ей ничего не выделят. Это моя догадка, я не говорю, что это правильно. Вы можете считать иначе. Мне кажется, что когда человек просто вот ставит галочку перед Богом и отдает там, пусть священник что-то делает. Иногда может так получиться, что, например, в церкви тысяч человек прихожан, а на машинах приезжает священник и его семья. С одной стороны, это хорошо, потому что те люди, которые выпасают стадо, они питаются от стада. Это нормально. Ни один человек, который пасет коров, не может сказать, что он не будет пить молоко от этих коров. Он будет пить. И любой человек, который в блинной работает, он ест эти блины и ест досыта. Но леность души заключается в том, чтобы отдать и не думать. Бог же мне воздаст? Воздаст. А может быть, в каком-то смысле слова лучше сделать именно так, что это будет служить церковным целям. Я знаю одну женщину, американку, ее зовут Барбара. Она разводит овец. И я говорю, Барбара, послушай, тебе не жалко, вот ты разводишь, потом нужно закалывать на мясо. Она говорит, а мы не закалываем, мы только на шерсть. Мы их вычесываем, купаем. У нас есть и ягняточки совсем маленькие. И, говорит, когда они совсем крохотные, мы даже зимой в дом берем таких наиболее чистеньких. И Барбара богатая женщина, у нее огромные стада, она миллионерша. И однажды она приезжает в одну из церквей в Петербурге и видит, что у них служение происходит так, что стоит скромная пианино, разбитое, покоцанное все. Священник в бриллиантах, все как положено, с небольшим пузиком. И что она делает? Она покупает белый рояль Стенвей и привозит его в церковь. И принародно дарит церкви, чтобы невозможно было с ним распорядиться по-другому, чтобы в церкви звучал. И оплачивает настройщик. И я считаю, что это более грамотно и более мудро, потому что она потратила время, она в сердце вложила. Столько лет прошло, но этот белый Стенвей продолжает звучать. А куда делась то старая покоцанная, я не знаю. Может быть, и в воскресную школу перекочевала. Поэтому написано в добродетели прояви рассудительность. Если какой-то человек внушает вам доверие, сделай по движению сердце. Запишите себе еще одну фразу. Сомневающийся подобен волне ветром колеблемой. Благотворительность. Благотворю. Никто не вправе вмешиваться и определять, сколько и кто кому как должен помогать. Никогда не комментируйте таких вещей, типа, вот он мог бы и щедрее поступить. Я бы на его месте обязательно бы таким бедным и хорошим людям, как мы, подарил микроволновку. Подарил тебе этот человек книгу 21 неопровержимый закон лидерства. Пожалуйста, скажи спасибо тебе, человек мудрый, и читай. И вообще, поменьше надо гулять языком и все принимать от жизни с большим поклоном. Сеется семя, и семя ваше должно сеяться. Не надейтесь пожинать не сея. Если вы хотите, чтобы вселенная была к вам щедра, народ, сейте в людей, во вдов, в детей. Особенно Слово Божье советует поддерживать сироту и вдову. Запишите себе, что особенную благотворительность нужно проявлять к сиротам и вдовам. Сирота и вдова. Есть в этом что-то трепетное. Но запишите себе, что щедрость не равно расточительность. Нужно все считать. И никогда не нужно проявлять царской такой, знаете, щедрости, когда ты чужим людям даешь деньги, а свой собственный ребенок у тебя нуждается. Твоя бабушка, твой ближний человек чего-то не имеет, а ты делаешь шикарные подарки чужим людям посторонним. У твоей собственной тети, возможно, крыша течет. Ну, а ты помогаешь купить мебельный гарнитур каким-то людям, на которых хочешь произвести хорошее впечатление. И вот это отвратительно. Запишите себе, что благотворительность в первую очередь должна быть направлена на близких вам людей. Это первое. А второе на ангелов. Кто такие ангелы? Ангел в переводе с греческого это посланный. И Бог иногда на нашем жизненном пути выставляет людей, посылает нам людей, которые специально посланы, а не как посланники, как ангелы, для того, чтобы испытать наше сердце, на способность любить, для того, чтобы мы могли проявить благотворительность. И если мы что-то подаем, как написано благотворящее нищему, дает взаймы Господу. Моя бабушка всегда мне говорила, нужно принимать странников, потому что ты не знаешь, вдруг, может быть, это тебе Бог ангела послал. И запишите себе, смерть это только начало жизни. Поэтому не цепляйтесь за свои кошельки, будьте щедрыми, добрыми гражданами. Ну, откуда пошло выражение поклоняться золотому тельцу? Дело в том, что Бог всегда был Богом, только в древние времена, когда не было таких чудес, как телефон, Бог мог в виде ангела явиться, мог огненный столб впереди послать, мог сделать тьму светом и свет тьмою, мог сделать так, чтобы море раступилось. Он всегда это может делать, но, видимо, раньше это людей впечатляло более крепко. И когда Моисей вывел евреев из Египта, вы знаете, что египетские пирамиды были построены еврейскими рабами, то шли они через пустыню, и Бог являл им множество чудес. Он им посылал манну небесную, когда она выпадала в виде росы. Единственное, что нужно было сделать, это чтобы идти налегке, нужно было встать в 6 утра и собрать эту росу с травы. И манна небесная во рту каждого человека превращалась в то, кто во что хотел. Ну вот не хотелось в 6 утра вставать, да и вообще как-то надоело, что не успею я подумать, уже эта манна в общем превращается сама во что-то. Надоело евреям. И манна, и чудеса, и столб огненный, который вел их ночью, и море, которое расступалось, когда они шли, когда египтяне за ними погнались, море схлопнулось, и колесницы все потонули. Ну это как-то все не очень серьезно. И евреи собрали из себя все золото, сняли браслеты, кольца, сложили в огромную плавильную яму, переплавили, сделали великолепного золотого тельца, и сказали, вот Бог наш, будем поклоняться ему. И таскали его везде с собой. И Господь, Бог всемогущий, страшно огорчился, потому что он давал чудеса и знамения, он любил, он посылал манну небесную, он вывел их из Египта, и являл величайшие чудеса, но люди решили сделать из вояний себе идола и поклоняться. Поэтому поклонение золотому тельцу это поклонение всему тому, что Бог дает. Он им дал это золото, но не для того, чтобы ему поклоняться. Это поклонение карьерам, это поклонение каким-то постам, позициям, счету в банке, машинам своим, джипам широким. Это поклонение славе, это поклонение достижениям, это даже поклонение науке, когда человек ставит превыше всего свои достижения в науке, больше, чем Бога, Господа, который дал ему и жизнь, и любовь, и глаза, и руки эти, и созидательную деятельность, и даже творческий потенциал. Человек, который ставит любую тварь выше Творца, это несчастный человек. Поэтому, если вы хотите, чтобы было в вашей жизни благословение, избыток и достаточность всего, то у вас на первом месте должен стоять Господь, на втором месте у вас должна стоять любовь и отношения с близкими, и только на третьем месте работа, карьера и самореализация. Вот такие жизненные приоритеты непременно сделают вас счастливым, а человек рожден быть счастливым, и он не должен быть сиротой, когда рядом Бог. Запишите себе еще раз, стыдно быть сиротой, когда рядом Бог. Что касается российских условий, у нас есть некая специфика. Нужно делать бизнес и вкладывать в недвижимость. Потому что в России ценится только недвижимость, земля и здания. Счеты в банке, деньги это эфемерная вещь, недвижимость это то, что наиболее стабильно. Я хочу вам пожелать, миллионеры, драгоценные, чтобы у каждого из вас был кусочек родины в земле или в кирпиче. И чтобы у вас была крыша над головой, стены крепкие, звуконепроницаемые, потолки высокие, и окна светлые. Чтобы в доме своем, в священном месте вы могли отдыхать и восстанавливать силы, и принимать друзей. Запишите себе, дом это священное место. И в дом должен входить только хорошо проверенный, близкий, дорогой, любимый человек. Туда не должны входить различные курьеры, незнакомцы, соседи. Это люди, которые несут свой духовный мир вместо святоя. Святое означает отделенный. Когда Господь Бог говорит, что церковь, святыня, то как может церковь, собрание верующих людей быть святой? Ведь все мы грешники. Но святая означает отделенная. Есть такая интересная аналогия в священном писании, что Иисус Христос это жених, а церковь это невеста. И брак, брачный пир на небесах, который будет в вечности, это как раз присутствие на великом празднике жизни. Каждой верующей души, когда Христос говорит, много званых, да мало избранных. Он зовет всех, но только некоторые люди избирают войти в веру, войти в любовь, войти в жизнь, войти вот в эту жертву Христа. И святой означает отделенный. Жилище человека это святое место, в которое должны входить только самые близкие души. И я хочу вам пожелать, чтобы прямо сейчас в вашем сознании произошли какие-то удивительные изменения, чтобы вы поверили в то, что все, в чем вы нуждаетесь, все ваши нужды и все ваши желания, все ваши потребности Бог знает наперед еще до того, как вы озвучили их. И Он готов, рад и хочет дать вам больше, чем вы даже можете простить у Него. Все, что вам нужно, это преданность Его идеалам, вера в Его любовь к вам и какая-то активность, потому что нужно действовать. И пока мы живы, мы должны быть, как тот велосипед, который не падает, только пока едет. Поэтому будьте благотворительны, будьте сострадательны, будьте любви обильны, будьте трудолюбивы, будьте кропотливы во всем, что вы делаете. И все, что вы делаете, делайте хорошо, потому что вы все равно время тратите. Все, что вы делаете, вы делаете с любовью. И помните, что, как сказал Христос в Нагорной проповеди, вы свет миру, и вы соль земли. И если соль потеряет свою силу, то что может сделать все остальное, весь оставшийся мир соленым? Без соли, как отвратительно мясо, и как отвратителен его пресный вкус. Соль – это крохотная щепотка, в которой невероятная сила. Я хочу, чтобы ваша соленость усиливалась, я хочу, чтобы у вас было больше соли, чтобы у вас было больше света, чтобы у вас было больше здоровья, чтобы у вас было больше крепости, чтобы было у вас больше созидания, чтобы у вас было больше процветания, чтобы у вас было больше вот этих великолепных божественных сил, чтобы над вами раскрывались какие-то источники и каналы, из которых будет прямо сверху от избытка Божьего, изливаться на вас. И, Господи, Боже мой, ведь наполнение кошелька – это такая мелочь. Это само собой разумеющееся, потому что Бог щедр, и Бог воплощает в себе любовь, и все это неважно для Него. Вначале невидимое, а потом видимое. Вначале вера, а потом результат. Вначале правильные приоритеты, а потом последствия. И вы просто прилепитесь к вечным вещам, и во всем будете иметь избыток. Спасибо.